Музыка Здравствуйте, в студии Медиаметрикс Питер, программа «Квантовый скачок» и я ее ведущий Евгений Несвятаев. С давних времен людей интересовали паранормальные явления, потусторонние миры и другие необъяснимые вещи, которые имели место быть в жизни людей, но которые они не могли объяснить. Также с давних времен были специальные люди, которые могли общаться с полтергейстом. Это были волхвы, жицы, знахари и другие люди. В сегодняшнем мире наука нам пытается объяснить многие вещи, которые я не могла объяснить ранее, но тем не менее интерес к людям, которые обладают экстрасенсорными способностями, не угасает до сих пор, и эти люди пользуются очень большим интересом. Сегодня у нас в гостях, известно о Санкт-Петербурге, а также далеко его за пределами, в том числе за рубежом, экстрасенс и специалист в области эзотерики Марина Вайн. Марина, здравствуйте. Марина, как я знаю, вы занимаетесь уже, изучаете направления в эзотерике, энергетических практиках и других экстрасенсорных способностей до 2000 года, очень такой длительный срок. Да, но на самом деле это, скажем так, профессионально, да, именно обучаюсь, именно езжу, именно ищу постоянную информацию как таковую. А, наверное, такие задатки, они с детства. Давайте тогда, вот как специалист в области эзотерики, расскажите вообще для наших зрителей, вообще, что такое экстрасенсорика, магия, я называю, да, просто некоторым это непонятно. Ну, наверное, магия, это, знаете, такое общее понятие. Когда говорят магия, все всё понимают, да, то есть мистика, что-то страшное, что-то необычное. Эзотерика – это тоже общее понятие, да, куда входят, ну, в принципе, все традиции. А вот экстрасенсорика – это определённое направление, да, это работа с энергиями, это наработка чувствительности как таковой, это, ну, наверное, такое банальное ясновидение, ну, оно тоже сюда. Да, то есть, грубо говоря, первые два понятия – это общее, обощённое, туда можно, в принципе, отнести всё. А экстрасенсорика – это уже конкретика какая-то. А вот это, как я уже, да, сказал, очерки, это очень давно уже, да, всё, ну, человечество интересуется вот этими способностями, там, общением с духом. К людям, которые занимались вот этими вещами, да, общением с полдергейстом, относились всегда по-разному. Они были и при дворах, какие-то маги, там, ну, Мерлин, там, сказочные и так далее. И также к этим людям относились очень негативно, я вспомню, ту же Инквизицию, да, вот с чем это связано, почему страхи какие-то у людей или ничего? Да, на самом деле сейчас, наверное, ну, примерно так же, да, люди либо, ну, довольно-таки часто, на самом деле, боятся, сторонятся немножко. По большому счёту человек боится всего, ну, как сказать, о чём не знает, что не понимает. Да, наверное, для обычного человека магия – это что-то такое мистическое, страшное, да. Когда говорят слово «магия», ну, наверное, у основной массы представление – кладбище, ночь, ну, и что там ещё. На самом деле магия – это система, да, как таковая. То есть это определённые традиции, это определённый, скажем так, уклад жизни, да, мага как такового. То есть там нет ничего вот такого страшного, да, то есть, но люди продолжают бояться. Либо боятся, либо не верят, ну, в любом случае сторонятся. Тогда вот мы плавно переходим, это общего, к вам. Вот как ваш путь становления, вот как мага, как эстросенса, вот как вы к этому пришли? Ну, вы уже как бы озвучили, что был интерес с детства, а вот уже как профессионально, вот как вот, то есть, как вот цепочку так, фрации, расскажите, вот эта жизнь продлилась у вас? Ну, наверное, первый этап, он такой довольно-таки банальный, и как у многих, там, когда я родилась, ребёночек был немножко странный, вот, что-то чувствовал, что-то видел, какие-то сны, да, то есть, ну, и так, близкие, мамы, папы, бабушки, дедушки замечали это. И где-то, наверное, уже в таком более-менее осознанном возрасте, это 2000 год был, да, я начала именно интересоваться. Ну, то есть, в тот момент, когда уже невозможно закрывать глаза на это. Ну, и первый порыв был, конечно, учиться. На самом деле, сейчас я смотрю на людей, кто начинает заниматься, я завидую им, да, то есть, есть школы, есть книги, есть интернет, есть, ну, то есть, информация, она доступна. То есть, когда я начинала, это, на самом деле, именно в этот период я объехала всю Россию. Я искала бабушек, дедушек, тёть, ещё кого-то, да, и вот по крупицам, по кусочкам что-то там собирала, какие-то знания. Продолжалось, наверное, лет 8, ну, плюс-минус, вот по годам боюсь соврать, в параллель приходили какие-то люди, знакомые, друзья друзей, которые просили погадать, да, посмотреть. Потом потихонечку они начали просить не только погадать, но и научить гадать, да. И вначале людей было немножко, группки были маленькие, там, один-два человека, и где-то, наверное, порядка 10 лет назад я поняла, что невозможно совмещать уже какую-то социальную жизнь, да, там, социальную работу, ну, скажем так, с эзотерикой, с магией. Ну, и полноценно, в принципе, уже в это ушла, да, то есть это стало моей работой, ну, опять же, работой здесь назвать нельзя, это жизнь, да, это такой образ жизни как таковый. Ну, и последние 10 лет уже, в принципе, консультации, семинары, да, и вся жизнь, всё крутится вокруг этого. Вот, ну, то, что вы объездили, это всё-таки опыт для вас, мне кажется, более ценный, чем у человека, который вот где-то почитал, обучился, у вас вот такое разнообразие по стране поездили, с трудностями, на каком-то столкнулись, дорога, там, расстояние. Ой, трудностей было, на самом деле, много, было же много таких забавных каких-то моментов, да, когда там двое суток в поезде, потом попадаешь к кому-то, да, то есть живёшь где-то, не знаю, в каких-то домиках, потому что это всё деревни как таковые, да, то есть там нет гостиниц, там нет ничего. На самом деле спорный вопрос. Да, я не жалею об этом, потому что опыт колоссальный, я видела очень много людей, очень много практиков, все работают немножко по-разному, да, но всё равно человеку, кто начинает сейчас, он получит, ну, те же самые знания гораздо легче. То есть есть школы, которые прям базируются на каких-то направлениях, проще найти своего учителя, проще найти своё направление, да, вот что-то своё нащупать. Быстрее, так сказать. Быстрее, на порядок быстрее. Вот смотрите, сразу вытекает такой вопрос, вот, например, по фильмам или по передачам, когда эстрессенсы дают интервью, там некоторые говорят о том, что свои способности они получили уже как-то при рождении или, например, какой-то там несчастный случай, ударила мумня или что-то, вот, ну, бывают, да, там какие-то такие случаи, могут быть, да? Да, на самом деле, да, очень часто что-то передаётся по роду, да, когда бабушки, дедушки, возможно, ещё кто-то, да, занимались, и внучка, допустим, да, тоже может заниматься, практиковать. Бабушки очень часто учат своих внуков, дочерей, сыновей, ну, сыновей, наверное, реже. И да, на самом деле, какой-то такой сильный, жёсткий стресс, да, он очень часто даёт толчок для развития, да. Это тот момент, когда, грубо говоря, всё наше тело трясёт, всё наше сознание трясёт, нас прям вот в какой-то момент зажимает, потом отпускает. Да, и у человека открываются какие-то возможности, способности. Такая специфика сознания. Ну, открываться частично, обучаться всё равно необходимо, как бы, ну, нарабатывать какие-то навыки. То есть откроется, ну, не всё в полном объёме, что ты будешь уметь прямо аж всё. Ну, вообще, если мы говорим о каких-то энергетических практиках, да, обучаться, развиваться, всю жизнь, ну, вот, к сожалению или к радости, да, это всю жизнь, потому что это не только развитие как таковое, какого-то видения, ещё чего-то, да, это развитие нашей личности, да, это развитие нашего какого-то внутреннего я, да, там, развитие нашего сознания. Как такового, поэтому всю жизнь. Ну, а это хорошо. Человек или растёт, или вниз, я считаю, как бы, посерединке не бывает. Ну, да, либо растёт, либо постоянно двигается, либо в какой-то момент останавливается и начинает деградировать, к сожалению. Вот, и тоже в вашем ответе, я слышал такой интересный вопрос, больше даётся женщинам. Почему? Вот такая специфика мужского мышления, которое такое… Нет, женщины просто более чувствительные. Ну, это да. То есть, на самом деле, есть традиции, где больше мужчины, да, и они более успешны будут, как таковы, ну, допустим, те же румы, да, допустим, экстрасенсорика, ну, и подобные направления, где надо чувствовать, да, это больше женщины всё-таки. Понятно. Вопрос. Вообще, вот какие-то есть, ну, так скажем, в экстрасенсорике, в магии какие-то определённые деления, ну, вот есть, например, белая, чёрная, да, есть ли какие-то отличия или нет? Или это так больше наигранно, или как? Ну, наверное, вот эта белая-чёрная магия, спор будет извечен, да, как таковой. Я могу высказать только своё мнение на эту тему, да, что, по большому счёту, практики, техники, они везде одинаковые, да. Да, если мы говорим, допустим, о рунах, там 24 руны, как вы ими будете пользоваться? Да, есть, на самом деле, это больше, скажем так, внутреннее состояние мастера, да, вот кто работает. Что вам позволяют ваши принципы, как таковые, да, что вам позволяет ваша совесть? Знаете, я обычно ученикам говорю, никогда не делайте того, за что не сможете себя простить. Ну, и вообще, когда, знаете, наверное, говорят чёрная магия, да, и вот у обычного человека это больше сразу, что там опять классно, кладбище, ночь, луна и вот кровь, петух и так далее, да. По большому счёту, кладбище это такое отчасти место силы и место слива, и туда можно прийти и за позитивом, и за негативом, да, просто зависит от самого человека. Для меня, наверное, вот этой дуальности нету, да, то есть она только у нас внутри, на самом деле. Ну да, мы окрашиваемся. Мы окрашиваем, да, мы можем сделать какую-то гадость, да, или мы можем сделать какой-то позитив, всё. И только на нашей совести это останется. А вот у вас есть какие-то вот, ну, направлений вы много изучали, да, Марина? А вот то, что вот вам даётся больше с любовью, больше всего нравится, какие вот ваши всё-таки направления, считаете, для себя ключевыми и более так вот деятели? Ну, скажем так, у меня есть, наверное, направление, в котором я больше работаю, ну, постоянно, да, когда обращаются люди, и есть любимые, скажем так, направления. Больше работаю — это всё, что связано с энергетикой, да, какие-то энергетические практики, всё, что связано с сознанием, с развитием сознания, медитация, йога, хида и подобное как таковое. А любимое, ну, во-первых, одно из первых, это было Таро, да, и это такое любимое, по большому счёту, почти первое, что я вот, так сказать, освоила. И, в принципе, с учётом того, что сейчас этих колод появляется огромное количество, постоянно выходит новый, да, может быть, здесь я девочка немножко, я их собираю, я их покупаю, и это, наверное, уже как коллекционирование, да, то есть такое, ну, это такая любовь, наверное. И вторая традиция — это руны, да, ну, во-первых, это одна из самых жёстких традиций, да, жёстких, чётких, категоричных, наверное. И второй момент — именно по рунам, по большому счёту, нет первоисточников, нет какой-то информации, нету, что почитать, нету, где поискать. И всё, что, грубо говоря, есть, это свой какой-то опыт, да, вот какой-то мизер, да, там, я не знаю, есть в книгах, ну, допустим, старшая эда, младшая эда, а дальше ты берёшь это всё, пропускаешь через себя, пробуешь, да, это и моё развитие, ну, и по большому счёту та традиция, где я думаю, что я буду разбираться ещё очень долго, информации нет. — Да, я ведь об этом даже был, не знал, что руны так. Да, по-торому она очень популярна, очень известна, информации много, то есть по рунам вообще мало информации. — По рунам в основной массе какие-то книги, то, что вот есть, да, очень много там толковой, хорошей литературы, но это опять же в основной массе опыт людей, да, кто делал то же самое, то есть человек что-то находил, это в основной массе какие-то раскопки, какие-то вот подобные вещи. И дальше человек брал это, прожевал как-то, пропускал чей из себя и выдавал в мир. Да, ну и по большому счёту, ну, я приверженец того, что с рунами вот только так и никак, по-другому. — А кому больше подходит занятие вот рунами? Как можно описать этого человека? — А вот здесь, да, а вот здесь, наверное, больше мужчины. — Мужчины, да. — Да, то есть на самом деле человек, кто будет, скажем так, успешно заниматься, да, то есть это человек, у которого есть внутренний стержень. Это человек, у кого есть воля, да, то есть и, ну, ни в коем случае не должно быть лени. Да, то есть это такие, наверное, всё-таки откровенно мужские качества. И если занимаются девушки-женщины, да, они всё-таки вот ближе к какому-то такому мужскому психотипу, да, как говорят, больше янские, потому что человек довольно-таки мягкотелый, без воли, без такой, ну, скажем так, девочка-цветочек, да, она просто не потянет, да, то есть где-то сломается, где-то здоровье полетит, где-то сил не хватит, да, потому что кто-то рассматривает руны только как энергетические потоки, кто-то берёт ритуалистику, работу с богами, да, то есть это ритуалы, это какие-то аскезы, садханы, да, то есть как бы это воля такая жёсткая. Да, да, поэтому больше всё-таки мужчины, наверное, более успешно, скажем так, мужчин в этой традиции. А вот, Марина, смотрите, тогда руны, они из какого-то предмета сделаны, как правильно, есть деревянные, есть каменные, да, амулетов тоже очень много, большое количество продаётся, вот смотрите, как вот к этому относиться, потому что, как знаю, в старину там кто-то делал определённый, да, там родственник, там какую-то энергию вкладывал, а вот так вот, когда фабрично-то делают, это работает, это вообще безопасно, и есть ли какое-то смыло там приобретать. Это как вопрос, и по рунам ответ, пожалуйста, и по, в общем, по талисманам и так далее, то, что продаётся. Ну, скажем так, что по рунам есть такие амулеты, наверное, талисманы, которые делаются на общую массу. Но опять же, да, нет, наверное, что-то будет работать, да, и как-то оно будет работать, да, но всё-таки я привяженец к тому, что любой амулет-талисман как таковой, да, должны быть сделаны под человека, с учётом его специфики, с учётом его запроса, да, там, банальных каких-то аспектов его здоровья. И тогда, да, он будет работать на порядок более качественно, как минимум, ну, на 100%, да, не будет никаких проблем, не понесёт каких-то негативных аспектов, скажем так. Ну, а то, что продаётся в магазинах, на самом деле мы понятия не имеем, где оно было, кто держал это в руках, какая там энергия, и, возможно, не знаю, его держали в руках и в параллель, ругались, дрались и так далее, но именно это вы и получите. Если хочется, ну, лучше прийти к мастеру и сделать под себя, как таковое. Заготовочку можно купить, но всё-таки под себя. В общем, как старину делали там под себя, определённо, да, так, придерживаться старинных традиций. Ну, да, но всё-таки вы же, когда идёте, ну, как сказать, одежду покупаете, вы же её мерите и покупаете под себя. Ну, да. Да, а здесь мы как-то там попросили подружку купить, да, потом забрали у неё, как-то носим, и, ну, согласитесь, не очень. Ну, да. А вот был ещё в одном из ваших ответов, мы говорили про кладбище, о том, что это является местом силы. Да? Да. Этих мест вообще много, я считаю, да, как бы они не только кладбища. Как человек может вообще их использовать в свою пользу или как-то вот, где этим найти места силы, как определить? И вообще, что такое понятие места силы вообще? Вы знаете, на вопрос меня часто спрашивают, как найти место силы. Мне всегда очень хочется ответить, найдите в гугле, да, то есть, на самом деле, банально, есть места такие общеизвестные, и о них очень много написано. Ну, наверное, всем нам известен в лам, как таковой, да, то есть, мы все слышали, и мы все знаем, понимаем, как там работать, что там делать, как, ну, как взаимодействовать. Ну, и точно так же, ну, наверное, их очень много перечислять нет смысла, да, там, ватавары, еще что-то подобное, в Карелии очень много. Какие-то, скажем так, неизвестные обычно передаются от учителя к ученику, да, и когда учитель ведет туда ученика, он рассказывает, показывает, объясняет, что делать. И вот это вот название «место силы», да, это, ну, грубо говоря, место скопления определенной энергии. Может быть, позитивной, негативной, тяжелой, легкой и так далее, там, называйте, как хотите. Мы четко должны понимать, что это за энергия и для чего мы можем ее использовать. Знаете, есть такое понятие, что там «место силы» с тяжелой энергетикой, с темной энергетикой. Ну, опять же, я не делю, давайте не будем забывать. Но если мы придем в подобное место и сядем, и будем пытаться, без разницы в какой традиции, не знаю, творить добро, пытаться сделать какую-то гармонизацию или еще что-то, ну, в лучшем случае у нас просто ничего не получится, в худшем случае мы можем себе навредить. Поэтому обычно я советую очень много доступных мест, да, то есть найдите их, почитайте о них, пожалуйста, информации очень много. Если у вас нет должной какой-то подготовки, не надо искать самому, не надо туда суваться, ну, может очень плохо закончиться на самом деле. Ну, вот когда мы начинали нашу передачу о том, что очень много сейчас информации в интернете, да, доступно, ведь там ведь тоже, возможно, есть такая информация, какие-то ритуалы или какие-то там другие вещи, которые на самом деле могут быть опасны, и человек, если это не знает, что-то это проводит, он же может себе навредить. На самом деле очень часто, да, то есть и в основной массе это касается, ну, такой извечно избитой темы приворотов, да, то есть от девушки ушел молодой человек, надо вернуть, что нам поможет, нам поможет гугл, да, мы начинаем искать какой-то приворот, конечно же мы ищем что-нибудь пожестче, вот чтобы точно вернулся, да, но и у приворотов есть такая побочка, как таковая, да, что страдает психика человека, человек, ну, мужчина, кого возвращает. Одного, да, которого возвращает. Да, в основной массе, то есть страдает психика, в любом случае, да, давайте сразу понимать, не бывает вот этого приворота без греха, любой приворот это подавление воли человека, ну, и как результат страдает психика, я не знаю, человек начинает пить, да, то есть, ну, еще какие-то подобные, да, то есть моменты, ну, и плюс еще девушка, да, без знания, без техник безопасности, без еще чего-то, да, то есть в какой-то момент может получить, ну, скажем так, откат, обратку, да, вот не знаю, как это еще назвать, ее может банально задеть по здоровью, да, и дальше человек приходит, да, то есть, как бы, и говорит, ну, вот, вот, мне плохо. Знаете, есть такая тоже поговорка у нас, что плохой приворот – это хорошая порча. Вот я хотел вопрос задать, они же как-то похожи, да, это, грубо говоря, такой вирус какой-то, да? Да, то есть, по большому счету, ну, понимать, да, что когда вообще вот говорят о таких вещах, да, это подавление воли человека, и приворот, то есть, ну, я никогда не советую делать, да, то есть, потому что никто не знает, как это обернется в итоге, да, ну, и все-таки надо понимать, да, что в любом, ну, то есть, вы живете с человеком, который, по большому счету, вас не любит, да, то есть, вот, вы волю подавили, притащили, посадили, ну, наслаждайтесь. Ну, ну, вроде и мучается, вроде не может, да, без вас, вроде и мучается. Да. А вот, давайте про порчу, вот, сейчас, вроде, мир современный, да, но все равно вот это вот дух конкуренции в бизнесе, вот это, да, вот эта погоня там, все равно же используют, я просто это знаю, как бы, да, вот, часто обращаются люди там снять порчу там с бизнеса или что-то еще такое. Ну, да, ну, я не очень вообще люблю, вот, ну, само название, да, порча, как таковая, да, но, в принципе, да, это частое явление, да, когда, там, конкуренты в бизнесе, да, то есть, что сделайте как-то, сделайте порчу моему конкуренту, чтобы он закрылся, еще что-то, но, на самом деле, опять же, да, помните, мы говорили, что все внутри нас, да, и вот насколько нам позволяет, там, наш внутренний мирок, наша совесть что-то делать. Обычно я предлагаю человеку, давайте мы сделаем так, чтобы вы просто стали лучше. Хороший, да, выход в ситуацию. Да, то есть, давайте вы просто станете лучше, давайте мы просто сделаем так, чтобы вы развивались, двигались, креативили, да, то есть, и за счет этого мы просто выиграем. Потому что, опять же, ну, мне кажется, это не очень правильно, да, то есть, как таковое. Я не очень люблю такие вещи просто. Так, тогда сейчас мы перейдем к теме обучения, да, то есть, у человека какой-то есть внутренний интерес к развитию, да, но, возможно, у него такое сознание, такого воспитали с детства, что это все, не надо этим заниматься, это все выдумки и так далее. Вот у него какие-то, например, внутренние противоречия, вроде и тяга есть, ну, вот, да, он может мучаться уже до зрела возраста, там, не знаю, до 40, до 50 лет. Ну, просто сейчас нас кто-то слушает, да, вот, как вот человеку вот в этой ситуации быть, как раскрепоститься, я не знаю, куда пойти обучаться, ну, он стесняется, например, это на публику вынести. Как вот себя раскрыть, определиться, нужно ему это или не нужно, вот, как вот, в какие школы пойти, или где найти учителя, вот. Ну, во-первых, первый момент, да, что у меня ученики бывают и по 60, и по 80 лет в группах сидят. Люди, да, кто уже вот прям вроде такой возраст, и идут, и начинают с нуля, и двигаются, и развиваются. И, кстати, хороший результат, потому что они понимают, зачем они пришли, они работают, скажем так. Ну, в первую очередь хочется сказать, не сидеть и не бояться, начинать двигаться. То есть, если человек будет дальше сидеть и думать, а стоит мне, не стоит, а надо мне, не надо, боюсь я, не боюсь, да, он никуда не придет в итоге. Какую-то схему дать, куда идти, там, что делать? Нет, я, наверное, не смогу, потому что, опять же, ну, традиций очень много, направлений очень много. Там, не знаю, экстрасенсорика – это одно направление, шаманизм – другое, совершенно отличающиеся. Не знаю, ритуальная магия – это третье, да, и они будут кардинально разные. По большому счету, человеку, ну, только дать совет, что двигайтесь, ищите, да. Опять же, информация очень много доступной, да, то есть, то же Таро, о нем можно, в принципе, все прочитать. Начните хотя бы с этого, да, почитайте, потрогайте, купите себе первую колоду, да. Кстати, считается, что первую колоду должны подарить, нельзя себе самому покупать. Вот, ну, двигайтесь. Если вы будете сидеть на месте, ничего не будет. Школ очень много, ходите, смотрите, ну, я называю это – нюхайте. По-другому невозможно. Ну, и знаете, есть еще такое, что, такая хорошая пословица – учитель приходит тогда, когда готов ученик. Да, есть такое. То есть, если вы готовы именно внутренне, без разницы, что у вас происходит вокруг, ну, именно какое-то ваше окружение, да, учитель придет, какой-то наставник, человек, который вам поможет двигаться, да, то есть, он появится. Как ключевое слово «поможет»? Не за вас дело, а то поможет. Да, поможет, потому что, на самом деле, опять же, понимать, да, когда мы говорим о магии, это не тот вариант, когда у нас есть выходные. То есть, ну, я могу сказать именно конкретно в своем аспекте, да, у меня нет выходных, у меня нет каких-то отпусков, когда я уехала, да, потому что у меня есть какие-то мои практики ежедневные, как таковые, у меня есть мои клиенты, да, когда я беру человека в работу, я несу за него ответственность. И я не могу ему сказать, там, в пятницу, извини, давай, ты там пока потерпи, поболей или еще что-то, да, в понедельник мы с тобой созвонимся после выходных. Поэтому, наверное, вот так. Так, в общем, если приходит клиент, вы беретесь за него сразу же? Не факт. Ну, если не терпит отлагательств, не отпустите? Да. Хорошо, теперь про учеников. Вот вы как учеников обучаете индивидуально или группы набираете? Вообще и так, и так, потому что очень много, ну, индивидуальное обучение больше людям, кто, там, не Санкт-Петербург, не Россия, они не могут себе позволить ходить, допустим, там, каждую неделю, ну, или как-то с какой-то вот частотой, они приезжают, да, какими-то, там, на два, три, четыре дня, допустим, там, раз в два месяца или что-то подобное. Ну, у Питера в основной массе это какие-то постоянные занятия. Но, опять же, какой-то, наверное, схемы как таковой нету, да, вот такой вот стандартный, что обучение должно проходить вот так. Это все зависит от человека, опять же. Индивидуально, да, подход каждый раз индивидуальный. Да, то есть кому-то удобнее прийти в группу, да, то есть, как бы, кому-то удобнее, не знаю, два дня отсидеть в месяц, прям с утра до вечера, да, и там, человеку просто легче, все. А есть люди, которых бы Вы не взяли, свои ученики, по каким причинам? Ну, скажем так, есть вообще-таки общие противопоказания, да, то есть, в первую очередь, это какие-то психические заболевания, как таковые, ну, вообще, люди с больной психикой. Второй момент – это физическое здоровье, да, то есть, по большому счету, человек, у кого проблемы с позвоночником, я не возьму никогда. Ну, опять же, в аспекте физического здоровья я вначале человеку предложу как-то восстановиться, поправить здоровье, ну, а потом мы поговорим об обучении. И я не возьму ленивых. То есть, потому что, ну, любой человек, как таковой, да, это результат моей работы, да, и мне хочется, без разницы, это был двухмесячный курс, годовой курс, мне хочется видеть свой результат. Очень часто явление, когда приходят люди какие-то талантливые, и они что-то чувствуют, у них развитая интуиция, и вместе с ними приходит какой-нибудь человек такой, не особо дано, вроде как и способностей нету, но он трудяшка. И вот один человек, трудяшка, да, он весь год занимается, старается, то есть, практикует дома постоянно, выполняет такое, ну, домашнее задание назовем. А второй ленится, да, то есть, дома ничего не делает, возможно, занятия где-то пропускает, но у него же уже дар. И вот этот вот трудяшка, он к концу года, ну, на самом деле, даст фору вот этому талантливому. И вот с этим талантливым в следующем году мы уже не увидимся. Ну, потому что смысла нет, зачем приходить, сидеть, смотреть, ну, и мешать, на самом деле, больше. А если то, бывают такие, что приходят обучаться люди со злыми помыслами, с такими, от них просто чувствуется агрессия, что они то, что хотят наработать, они хотят использовать какой-то, ну, понятно, теория добра и зла, так это все относительно, да, но все равно чувствуется, что человек вот агрессивен к людям, к окружающим, он вот это то, что хочет наработать, он хочет как-то использовать в своих корыстных целях, такое зло какое-то, не знаю, причинить вред другим окружающим. У меня есть такие? 30% 30% На самом деле, где-то 30% людей, они приходят, потому что, опять же, ну, все банально, да, какие-то такие житейские ситуации, и меня бросил мужчина, я пойду научусь, и все, и смерть ему, да, то есть, это часто, я обычно таких людей очень быстро отсеиваю, не беру. Ну, потому что я не вижу смысла, да, результата не будет как такового именно в аспекте обучаемости, и вот эта злость, агрессия, обида, да, опять же, это немножечко, знаете, такое душевное, не очень здоровое состояние, скажем так, можно немножко отнести вот на каким-то психологическим, скажем так, заболеванием, да, наверное, он таким очень легким, поэтому нет. Смотрите, вот есть такое понятие судьбы, да, о том, что, говорят, судьба предначертана, ее невозможно изменить, а вот какое ваше отношение к этому поводу, все-таки она предначертана или нет, человек может выбирать свою жизнь так, как он хочет, проживать так, как он хочет. Ну, смотрите, вообще, если мы говорим о магии, вообще обращение, ну, назовем это, в общем, магия, да, вообще все люди приходят в магию для того, чтобы изменить свою судьбу, да, как таковую, поэтому уже, как-то, знаете, ваш вопрос, наверное, не совсем правильный, да, то есть, как бы, как таковой, и, скажем так, я могу высказать свое мнение, да, у каждого человека есть какое-то предназначение, миссия, предназначение, ну, как хотите, так и называйте, и ключевой момент, человек должен его выполнить здесь, то есть, что-то отработать, что-то сделать. Как он это будет делать, по большому счету, все равно, ну, скажем так, на примере, да, там, женщина, ей надо родить ребенка, то есть, вот в этой жизни ей обязательно надо родить ребенка. Как она его будет рожать, больная, здоровая, бедная, богатая, ну, это зависит только от нее, на самом деле. Ключевой момент, пускай она сделает то, что ей надо сделать, все. У всех миссии свои не бывают хороших, плохих, просто, так скажем, душа человеческая, да, пришла получить какой-то свой определенный опыт, он, может быть, в более материальном мире, может быть, более духовным, да, то есть. Он может быть любой, на самом деле, да, начиная от того, что быть духовным учителем, наставником, да, то есть, или, допустим, как Гитлер, я не знаю, совершить, в принципе, ну, как считается, да, ужасные вещи, да, то есть. Не бывает плохого, хорошего, опять же, нет вот этой дуальности, опять же, черно-белое, плохое, хорошее, нет этого. По предназначению, главное, это найти то, что не мозгами хочется, да, делать, что чему-то кому-то доказать, а именно то, что вот внутри это лежит, да, вот. Да, почувствовать, вытащить это, да. Давайте подскажем зрителям, как это сделать. А вы знаете, вот, наверное, здесь проще всего это астрология, то есть найти астролога и попросить составить себе вот эту вот натальную карту, да, чтобы посмотрели именно ваше предназначение. Самый такой простой способ, но, опять же, да, я обычно говорю, если не готовы его слышать, не идите, не узнавайте, потому что обычно люди приходят уже в таком, ну, осознанном возрасте, в 30-35 лет, и говорят, вот, я не знаю, там, мое предназначение, да, я говорю, ну, идите, узнайте, да, дальше человек приходит, не знаю, у него бизнес, у него семья, там, еще что-то, да. Ну, какой-то специалист, тот же астролог ему говорит о том, что нет, тебе надо, не знаю, уехать в деревню, заниматься практиками, еще что-то, да, то есть, как бы, ну, и все, и человеку еще хуже. Ну, по большому счету, да, самое простое, это, наверное, слушать себя, да, немножечко не обращать внимания на друзей, на подруг, на свое окружение, да, на социум, который говорит, там, не делай этого, нельзя, еще что-то, что ты делаешь глупости. Именно такое, когда внутри у нас полное спокойствие, полная гармония, да, мы четко понимаем, чего мы хотим и куда мы идем, потому что у каждого из нас, вот, именно понимание, чего я хочу, оно есть. И вспомните, там, когда мы были детьми же, да, то есть, мы мечтали о чем-то, да, как таковом, мы кем-то хотели стать, потом социум, работа, учеба, не знаю, родители, еще кто-то, и нас все научили, как надо жить. Надо не слушать общественное мнение, да? Надо слушать себя. А чтобы слушать себя, надо разобраться с сознанием, вы говорили тоже о сознании, работаете непосредственно, это же наши все вот эти вот, мы что-то додумываем, что-то придумываем сами, сами придумываем все предназначения, оно не может быть таким, ну, вот, что человек не может услышать, он не может, боится своего эго или как, вот, я не знаю, сказать, то есть, магия, магия и психология переплетаются. Ну, магия и психология, они вообще как бы не раздельны, да, отсюда вот это вот, наверное, название парапсихология, да, то есть, это когда вот совмещается именно магия и психология. На самом деле, очень часто людей, они приходят на консультацию, я отправляю их к психологу, ну, банально, вы идите, разберитесь, чего вы там хотите, ну, и, наверное, здесь, ну, да, реально, работая с психологом, да, какие-то, да, больше, наверное, ничего не посоветуешь, да, разберитесь в себе, поймите, куда вы идете, чего вы хотите, чего вы там хотели в детстве, да, до того, как там, не знаю, что, знаете, у меня такой очень хороший, ну, в практике случай был, пришла мама, ты, говорит, я очень хочу, чтобы моя дочка была балериной, вот, прям хочу, просто, вот, не могу, да, ну, и в итоге, как сказать, ну, вообще, мама пришла по-другому вопросу, да, ну, это было так в параллельно. Ты, в итоге, довольно-таки, длительные у нас с мамой были отношения, она довольно-таки долго ходила, и я слышала о том, как дочка занимается, и дочка даже делала успехи какие-то, мама была довольна, все, и потом в какой-то момент мне показывают фотографию девочки, да, есть, ну, у нас же есть стереотипное, наверное, мышление, как должен выглядеть, там, ребенок, 5-6 лет, который занимается балетом, да, это, наверное, худенькая, маленькая девочка, да, то есть, слушайте, а там, ну, наверное, килограмм 80, ребенки, то есть, ну, опять же, да, мама задавила, и ребенок не хочет, да, то есть, как таковой, ну, мама задавила, и ребенок ходит, ребенок делает, ну, и по большому счету, наверное, у всех у нас так было, да, и когда мы становимся более-менее осознанным в каком-то возрасте, да, наверное, это, там, 17-18 лет у кого-то раньше, у кого-то, возможно, позже, нам надо остановиться и подумать, о чего мы хотели, то есть, и вот этой девочке подумать, а хотела ли я, не знаю, там, быть этой балериной, или, может быть, я хотела чего-то другого для себя. Да, это проблема общества, все решают, сначала родители, где учиться, кем быть, потом на работе за тебя решают. А везде решают, на самом деле, изначально нам прививают, там, ну, девочкам, допустим, надо выйти замуж, надо родить детей, надо там создать дом, мужчине надо идти работать, надо обеспечивать семью и так далее, и так далее. Но, к сожалению, и когда нам уже, там, порядка 20 лет, да, у нас вот только вот это надо, да. Нет, у нас, ну, не остается ни кусочка именно нашей личности, да, он где-то там забит глубоко-глубоко. Но мы, по большому счету, идите к психологу, вытаскивайте, что вы там хотели, ну, о чем вы там мечтали, все. Да, и развивать осознанность. А без этого вообще никак. Ну, да, все. Да, знаете, такое базовое упражнение, наверное, обычно я говорю, просто попробуйте хотя бы 5 минут в день, да, то есть быть в моменте здесь и сейчас. Вы моете посуду и попробуйте, вот, я мою посуду. Мы же, когда, не знаю, вы идете до метро, то же самое, я иду до метро, я вижу людей, я вижу дерево. Мы же пока дошли от дома до метро или до машины, мы же подумали о чем угодно. Да. То есть наше сознание, оно постоянно где-то прыгает, да, мы почти не находимся в теле. Человеку обращаешься, он не реагирует, приходится даже на повышенных тонах сказать, чтобы он утыпился, потому что он где-то там спит. Да, он где-то, он не спит, он гуляет своим сознанием, да, думает о том, что, не знаю, работа, о дом, а еще что-то надо сделать вот это, да, то есть у нас даже не хватает времени на то, чтобы почувствовать, а как там наше тело, а болит ли что-то у моего тела, а как оно себя чувствует, да, там, не знаю, а нравится ли моему телу то, что оно покушало, ну, банально, да, то есть как бы, не поэтому, наверное, базовое вот учиться как-то, я не знаю, находиться, знаете, как говорят, в моменте здесь и сейчас, и поменьше думать, потому что, опять же, есть какой-то конструктивный анализ, когда мы разбираем себя, анализируем, понимаем какие-то свои слабые стороны, сильные стороны, не знаю, находим свои страхи, переступаем через них, да, а бывает, ну, просто, ну, я называю это, наверное, загон, да, то есть когда человек одно и то же, одно и то же, я этого боюсь, я этого боюсь, не знаю, у меня этого не будет, не забывайте еще такой момент, что, опять же, социум нам очень жестко говорит, что у нас может быть, а что нет, и родители, которые нам, там, с детства, допустим, говорят о том, что, там, ты не будешь, там, богатым, ты не будешь, там, девочки, ты некрасивая и так далее, да, и вот это вот надо как-то убирать, выбивать на самом деле. Да, и это все чувством страха навязано, что если ты не будешь как все в обществе, ты будешь осминен, а страх это очень сильное чувство, которое... На самом деле, да, и я, в принципе, и понимаю этих людей, потому что в тот момент, когда я, скажем так, ну, полностью, наверное, заявила о том, чем я занимаюсь, чем я буду заниматься, ну, у меня тоже было довольно-таки много осуждений, какие-то мои друзья, знакомые, да, они отвернулись, ушли, но не надо бояться, потому что на место этих людей придут другие люди. Забылася над вами. Вот, Марина, в предыдущем своем ответе вы затронули тему астрологии, вот, вообще, как вы это относитесь? Вот есть гороскопы, да, 12 знаков зодиака, да, но не может такого быть, что вы там озвучили гороскоп на месяц, и все, например, вот прямо вот так соблюдают. Ну, какое-то влияние он оказывает или нет все-таки? Ну, не просто так ведь, тоже существует эта традиция. Ну, да много традиций существует, скажем так. Нет, наверное, я не верю вот в это вот на месяц для всех и так далее. Скажем так, ну, я честно признаюсь, астрология, наверное, та наука, которую я до конца еще не дожала, не освоила. Все банально, не знаю, то ли лень, то ли что, но когда у меня заходит человек, я вижу его, я могу рассказать и так, да, а все-таки астрология — это такая очень точная наука, очень много расчетов. Но в тот же момент я уважаю эту науку и я склоняю перед ней голову, потому что, в принципе, у меня довольно-таки много астрологов, которые дают очень точные прогнозы вплоть до недели, до дня, да, и я видела, как она работает. Но именно сама нет. И, конечно, нет, я не верю в какие-то… То есть надо понимать, да, чтобы составить на человека его гороскоп, он должен знать время рождения до четырех минут. Ну, насколько вот… У нас даже, когда приходит клиент, он не всегда знает. Да, ну, опять же, у астрологов есть возможность это как-то рассчитать. А вот то, что по телевизору, ну, наверное, в каких-то газетках, где еще это бывает, да, то есть как бы, ну, это очень сомнительно на самом деле. Понятно. Еще такой вопрос. Период вашего обучения, да, вот и практики очень большой такой, да? Он не закончился еще. Он еще не закончился, да. Кстати, да, почему? Ну, вы, в принципе, озвучили, да, процесс обучения, он бесконечен. Да, он и бесконечен. Ну, и, наверное, еще такой момент, да, что ведь очень много традиций, да, то есть очень много направлений как-то кровых. И, не знаю, у нас, допустим, в России это, там, деревенская самая распространенная наша, такая искусная, исконно русская. Если мы говорим об Африке, это Вуду, да, и если о Вуду у нас еще какие-то отголоски, ну, они доходят, но ведь есть еще куча стран, и в каждой стране будет какая-то своя традиция. Это, конечно, жутко все интересно, хочется все это узнать, понюхать, пощупать, но я не уверена, что мне хватит моей жизни. Ну, да. А давайте вкратце тогда, так как мы живем в России, вот про деревенскую магию, вот что это такое вообще? Вот нашим зрителям объясним, потому что сейчас все стремятся в мегаполисах жить и не видят то, что происходит там на периферии. Что это вообще такое? Какое своеобразие, отличие от других каких-то направлений? Ну, понятно. Ну, на самом деле, это, наверное, вот опять же одна из первых традиций, да, когда я начала ездить, да, вот именно с ней я и столкнулась. По большому счету это наши бабушки, да. Деревенская, очень часто называют натуральная, живая магия. Все банально, да, то есть наши бабушки пользовались исключительно тем, что попадалось под руку. То есть, не знаю, какая-то бабушка вышла в поле, сломала одну веточку, сломала другую веточку, замотала травинкой, да, и выдала кого-то замуж. То есть, наверное, ключевой аспект – это простота, да, то есть, и на самом деле, я не могу сказать, что она сейчас неизвестна, да, очень, она, наверное, одна из самых распространенных. Очень много школ на ней базируется, она самая доступная, да, то есть, опять же, да, такое, наверное, всем известное, что там покатать яблочком, покатать хлебушком, сделать отливку на воске – это оно. И яичко там. И яичко, да, ну вот это вот все, что мы, причем даже люди, которые не особо верят, они же очень часто это используют, да, как таковое. Поэтому это одна из самых простых, наших таких, да, и самых распространенных. Потому что, опять же, появляются, ну, я довольно-таки часто сталкиваюсь, да, там какие-то новые направления, еще что-то, когда чуть более глубоко в него копнешь, понимаешь, что он базируется вот на этом яблочке, на этой травинке, грубо говоря, на нашей, вот на исконной, на деревенской магии как таковой. Все новое – это хорошо забыто старое. Да, то есть, грубо говоря, на, грубо говоря, на хорошо забытое старое добавляют что-то, ну, потому что, опять же, да, там, если говорить о наших бабушках, да, там, не знаю, это чтобы скот был здоровый, еще что-то. Ну, сейчас нам не очень актуально это, да, и переделывается под бизнес, под работу, под еще что-то, ну, более такое, да, для нашего времени, скажем так. В связи с этим вытекает вопрос, ну, вот за вашу практику, Длина, да, какие вот вы изменения видите, что вот происходит в мире вот так оккультном, в мире так магии, да, что какие интересные изменения есть, и потребности людей, в принципе, меняются они или нет со временем, какие-то запросы, с которыми они приходят или нет? На самом деле потребности людей всегда остаются одни и те же, без разницы, что происходит в мире, да, это деньги, это отношения, это здоровье, все, вот это вот три основных аспекта, возможно, там чуть меняется, да, но в магии, ну, вообще в какой-то момент, да, наверное, сколько, лет пять назад это стало все жутко модно вначале, и это, на самом деле, помогло, потому что появилось очень много информации. Сейчас появляется очень много каких-то направлений, очень много разных школ, да, то есть по большому счету это интересно, да, и я думаю, что дальше так оно и будет, да, и я думаю, что если раньше у нас была, допустим, только деревенская традиция, ну, не знаю, руны и таро, сейчас огромное количество. Да, да, да. Ну, единственное, конечно, хочется посоветовать, ну, людям, кто вот именно пойдет искать, учиться, да, будь аккуратней, потому что, да, наверно, половина из этого будет что-то интересное, что-то толковое, что-то достойное внимания, а половина, возможно, нет. У меня часто не то, что проблема, когда приходит человек на консультацию после неудачных походов, и я называю это показать чудо, потому что человек садится, человек полностью закрывается, он ничего о себе не готов рассказывать, и только после того, как я что-то расскажу о нем, он готов со мной поговорить о какой-то проблеме, потому что он уже обжегся где-то. Поэтому будьте аккуратнее, на самом деле, не теряйте голову до конца. Правильно. Марина, спасибо вам за интересный рассказ. В эфире была программа «Квантовый скачок», и я ее ведущий Евгений Несвятаев. До свидания.